Спать охота. А ролики кто будет делать? Вот именно. Привет, ребята! Очередной ролик на канале Игроман. Вы скажите, а чё вдруг, с чего вдруг? Подождите, а что это у вас, на носу? Супля? Нет! На носу 11-11. Видите, даже в специальном вот этом вот фирменном худочке Алиэкспресса. А это значит, что пришло время бездумных трат на разные клавиатуры, мышки, в общем, в целом, игровые девайсы. И специально для вас под 11-11 я заказал топовые игровые девайсы, которые стоит приобрести, ну или хотя бы стоит присмотреться к покупке этих девайсов. Сегодня выйдет первая часть ролика, где мы посмотрим с вами на самые интересные, самые ходовые, самые качественные и необычные игровые девайсы с Алиэкспресс, которые стоит приобрести на 11-11. И начнём мы, знаете, с чего? Сейчас я вот такую камеру поставлю. Видите, вот эта вот замечательная упаковочка. Здесь у нас светодиодная лампа на монитор. Так, сверху, которая ставится. Вот вам скриншот. По стоимости, по стоимости, она обошлась мне в 1900 рублей. Я уверен, что на распродаже 11-11 это будет стоить, ну типа, полторы, возможно, тысячу триста. Ссылка на все девайсы будет в описании. Собственно, как говорится, you are welcome. Также в описании будет ссылка на замечательные ковры. Под 11-11 мы пополним сток, и у нас будет крутой жаккард. Крутой, полиэстер не уверен. Но жаккард и кордура точно будут по лучшим, самым вкусным ценам, с крутыми принтами. Переходи, покупай ковры великолепные. Ну и, собственно, давай посмотрим на этот девайс. Приезжает сюда вот такой вот, значит, пупыристой пленочке. Монитор Light, эта штука называется от CanMajor. Здесь у меня монитор, собственно, перед глазами. Сделаем мы все это, прикрутим, и посмотрим, как оно будет в фоточку. Я вам тоже, наверное, прикреплю. В комплекте у нас вот такой пакетик. Вот здесь вот у нас инструкция. Магнитик, видимо. Да, это у нас магниты. Собственно, какую-то из этих частей ты клеишь на монитор, а потом у тебя все вот это вот так вот примагничивается. Видишь? Сейчас давайте поближе покажу. Вот так вот все это примагничивается. Очень и очень необычно. Здесь у нас, судя по всему, подсветочка для задней стороны, так сказать, Ambilight, да? А здесь у нас вот она. Здесь у нас светодиодная подсветка. Окей. Да, ооо, приколдесно. Да, должно быть видно. Здесь у нас RGB, а здесь у нас просто очень яркий цвет. Оно не нравится мне. Так, давай еще раз. С этой стороны регулируется, значит, подсветочка вот эта вот RGB-шная, а с этой стороны регулируется, собственно, вот это вот освещение, которое у нас здесь идет. Слушай, ну круто. Вещь классная, не считая вот, судя по всему, какое-то стекло здесь дребезжит. Ну, в общем, подсветочка классная. Да, не без недостатков, но магнитное крепление это раз. В комплекте оно есть даже два. Даже два магнитных крепления у нас есть в комплекте. И вся эта красота регулируется и довольно просто подключается. В общем, за полторы тысячи рублей, прям рекомендую, ссылка будет в описании. А мы поехали дальше. Итак, значит, чуть подробнее про непосредственно подсветку на монитор. Сзади она выглядит вот так вот. А снизу выглядит следующим образом. Что у нас из органов регулировки? Слева у нас есть вот такая вот кнопочка сенсорная, которая регулирует, собственно, температуру. Сделать можно прям очень-очень теплой, супер холодной, что-то среднее, еще чуть более теплое и непосредственно самое теплое. В общем, несколько режимов здесь есть. Это прям супер год, супер круто. Ну и касаемо RGB подсветочки сзади. Вот здесь вот. Она регулируется вот этой вот правой кнопочкой сенсорной. Бам, 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 бам. Можно включить full RGB спектр сейчас. Сейчас еще немножечко. Вот, собственно, он. Довольно функциональная лампа. Выглядит прикольно и стоит однозначно своих денег. Буду пользоваться ей на постоянке. Собственно, свет сюда падает хорошо. Сейчас выключу верхний софтбокс и покажу вам, как это все выглядит без света. Ну и, собственно, следующим образом это выглядит без света. То есть сверху у нас софтбокс отключен. И здесь непосредственно сама клава, мышка и вот этот вот светильник. Два раза на него нажимаем вот так вот. Он полностью выключается. Два раза нажимаем. И он включается. Разница очевидная. Светит ярко. Сзади красивая RGB лента. Брать на 11.11 надо. Не обращайте внимания на стикер. Просто заклеил штрих-код. Здесь у нас еще одна RGB подсветочка. Чтобы, так сказать, сделать вашу комнату еще круче, еще стильнее и еще более геймерской. Скай Диму. Небесный Дмитрий, видимо. Как говорится, сдох Максим и хуй с ним. Это у нас подсветочка Ambilight за монитор. Которая будет, по идее, повторять картинку, которая транслируется на Моник. И стоила эта красота 2000 рублей. Ссылка на нее тоже будет внизу. Давай глядеть. Открывается, на самом деле, приспоставляется в хорошей такой плотной картонной коробочке. И, скажу тебе честно, дорого-богато. Ну и стоит как бы 2000 рублей, извини меня, да, не копеечки. Здесь у нас вот такая вот инструкция. Собственно, видишь, как это все клеится? Это все клеится сзади вот так вот на монитор. И все это, по идее, должно повторять настройки монитора. Так, здесь у нас LightStrip. LightStrip, это непосредственно сама светодиодка. И здесь комплектик с аксессуарами. Крепежи есть, причем довольно много. Смотри, к ним наклеечки. И еще дополнительно вот такие вот штуки для прокладки, видимо, кабеля. Ну и давай быстренько глянем на саму светодиодную ленту. USB-шечка торчит. И, собственно, выглядит она довольно, я тебе скажу, неплохо. То есть, по сравнению с другими лентами, она прям ощущается сразу же качественно. Она довольно толстенькая. Она довольно плотненькая, мягая, мягонькая, податливая. Слушай, ну вот у тебя раз получается, да, вот так вот. Это на бок, то есть вертикально эта штука клеится. Эта штука клеится горизонтально. И эта штука снова вертикально. Вот такой вот буквой P. Перей, ёу. По ощущениям довольно качественно сделано. Давай включим. Так. Ой, ну слушай, ярко. По первому включению было ярко, но, видимо, нужен какой-то нам софт. Я думаю, что я установлю софт, настрою всю эту историю и покажу тебе вместе с лампой. Тут должна была быть вставка с лампой. А сейчас будет вставка вот с этой штукой, как это выглядит у меня на рабочем месте. Итак, установил я, значит, LED-ленту, подключил и зашёл на официальный сайт skydima.com. Далее скачал вот эту вот программу Skydima и, собственно, запустил её. Здесь можно настраивать, значит, разные режимы, выбирать музыкальный режим, синхронизации, волшебный режим. И там на фоне ты уже видишь, что что-то меняется. Разворачиваем монитор. И здесь у нас вот такая вот красота. Собственно, вот она RGB-лента 1, вот она RGB-лента 2 и там третья RGB-лента. Крепятся это всё на специальные вот такие вот замечательные крепежи, которые, в свою очередь, крепятся на двусторонний скотч. В комплекте также были вот такие вот чёрненькие крючочечки, за счёт которых можно протянуть красиво кабель. И вуаля! Вся эта красота выглядит следующим образом. Ну и, собственно, вместе с вот этой вот верхней лампой выглядели прям супер кайф. Особенно, если сзади у вас этот монитор видно. Ну и, собственно говоря, вариант Ambilight подсветки, когда у вас монитор, точнее, подсветка дублирует то, что происходит на экране, здесь тоже есть. Софт русифицирован, за это респект. В общем-то, классная фича, если хочешь разнообразить свою комнату, свой сетап и украсть как-то свой монитор, а также получить новый экспириенс в играх, это работает. Итак, друзья, возвращаемся, собственно, к распаковке. И на очереди у нас, судя по всему, несколько классных клавиатур. Два вот таких вот хирургических точных надреза, не побоюсь этой формулировки. О, да, чуваки. Я себе заказал несколько очень необычных клав. РТ-65, да, РТ-65 РС. И вот это РТ-82. Отличаются они и по форм-фактору, и по фишечкам. Здесь есть у нас и здесь мини-экранчик. Что ж, выглядит все это супер. Давай открывать и смотреть. И по мейкер РТ-65. Посмотрим, что у нас предлагает клава почти что за 6, да, или сколько там, тысячу рублей. Итак, корпус у нас пластиковый. И здесь у нас то ли LED-лента, то ли еще что, непонятно. Давай включим ее. Ну, да, РГБшечка у нас здесь есть, но я тебе честно скажу, выглядит необычно, но видно, что вот под ней полностью РГБ-лента идет. Почему нельзя было сделать полностью, непонятно. Собственно, пластиковый корпус. Довольно интересный. Ты видишь это? Это, 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 это как стик у геймпада. Вот это необычная реализация, честно тебе скажу. На нее можно нажимать по звуку, послушай. И при этом всем она еще влево-вправо так вот елозит. Необычно. Без провода, 65%. Слушай, ну выглядит кайфово, прям не зря заказано. И розовый классный цвет. Кейкап и ПБТ. А теперь, а теперь, давай послушаем, как звучит та малышечка. Так. Ну кайфово звучит, согласись, да? Такой кирпичик прям. Я даже не могу сказать, что это токи, это скорее более марбл такой звук. Как тебе? Мне по звуку очень нравится. И при этом всем в комплекте здесь есть вот такой вот экранчик. Ты его так вот берешь, да? Достаешь. Вот он. Сюда отсоединяешь. Здесь у нас донгл. Лежит в этом отсеке. И сюда вот так вот снимаешь эту пипку. И подсоединяешь. Так. Опа. Готовченко. Включаем. И по идее должно загореться все, да? Заработать. Ну. Да, все работает. Отображается Bluetooth, заряд, время. И я думаю, что сюда можно еще вывести кучу всякой разной информации. Эту фишечку мы и у IP-мейкера вот с экранчиком этим видели уже, наверное, сколько? Года полтора назад. Но ребята не стоят на месте, адаптируют эту фишку в другие свои клавиатуры. За что им респект, что они все-таки пытаются как-то развивать рыночек. В комплекте также у нас есть вот такой вот классный кабель. Причем это не койл, да? Но все-таки вот с небольшими такими авиаторами здесь. Раз. Коннектор. Два коннектора. Ну прям, прям необычно. Давай честно, необычная клава. Также в комплекте у нас три дополнительных переключателя. Кейкапы, инструкция и кофр от пыли. Ну, жирно, да? Тысяч за шесть эта клава прям была бы классная. Потому что и экранчик есть, и звучит приятно, и беспроводная. Но вот тысяч за девять я бы ее уже не брал, потому что есть какая-нибудь условно Рейни за 10-11. И, не буду спойлерить, но в следующей распаковке покажу тебе клаву, которая круче, чем Рейни, а стоит дешевле. Это в следующем ролике. Ну, а пока, ну, а пока мы с тобой едем далее. И здесь у нас RT-80. Собственно, с таким же мини-экранчиком, только в другом форм-факторе. И с еще одной фишечкой. Давай ее открывать. Здесь у нас снова экранчик, только уже черный. Здесь розовый, здесь черный. Но я думаю, что они друг к другу подойдут. Это как бы не вопрос. Здесь у нас, опять же, такой же кабель, как и в предыдущей, только другого цвета. Набор из дополнительных кейкапов приятно, солидно нравится. И, собственно, чекаем форм-фактор, да? Но клавиатура с двумя экранами, а типа, why not? Давай сразу же вот этот вот экранчик поставим вот сюда. Вот так вот. Да? Вот он будет выглядеть следующим образом. И здесь у нас второй экранчик для переключения, судя по всему, музыки. Ну что ж, включаем. Так, ну это крайне необычная клавиатура с двумя, блин, экранами. Подсветка прикольная. Форм-фактор, кстати, не 87 клавиш, да? Я думаю, ты видишь. Потому что здесь у нас клавиши обрезаны. Да и сама... Слушай, а что это за форм-фактор-то? Ты знаешь, как называется этот форм-фактор? Напиши в комментариях, потому что я, если честно, сейчас, ну вот прям без понятия. Ну и давай попробуем потыркать. Мне вот интересно, а что сюда можно, собственно, сделать? Экранчик у нас... Слушай, экран-то сенсорный. Обалдеть. Тут, видимо, слишком высокое... Видишь, тут у нас изображение есть. Ты его свайпаешь? Нету. Свайпаешь? Есть. В общем, крайне интересная клава. И давай немножечко потайпим. Ну, давай честно, нравится. Звучит солидно и два экрана. Ну, необычная клавиатура. Наверное, своего потребителя точно найдет. Но сенсорный экранчик здесь, это, конечно, что-то новенькое. Не видел я такого. РТ-80 называется эта красота. Что ж, двигаем дальше. Ну, правда, действительно очень необычно. Очень необычно. Как неожиданно и приятно. Очень приятно. И здесь у нас еще что-то приехало. Я даже... А, мышка от iJazz. Господи. Это мышка на новом сенсоре 3950 от PixArt. Это мышка с 8К донглом. И эта мышка, знаешь, сколько стоила? Сейчас я тебе скажу. И эта мышка обошлась мне в 5000 рублей. Как дела? Насчет 8К я, возможно, конечно, погнал. Но черт подери. За такие бабки она вот сейчас стоит 5500. И на распродаже будет стоить еще дешевле. Если она сейчас еще собрана, отлично. Ну, чуваки, это вот прям нужно брать, да? Упаковочка бюджетненькая. Ну, а что ты хотел? Но! Зацените. В комплекте вот такой вот набор. Есть инструкция. А инструкция прям выглядит, как целая книжка, да? Мануал-то огромнейший. Грипсы раз. И еще запасные тефлоновые ножки два. Приятно тоже. За 5000 рублей очень хорошо. Паракордовый кабель прям очень мягкий. Я прям чувствую, какой он мягкий, какой он приятный, какой он податливый. И в комплекте у нас идет док-станция. Просто какая-то фантастических размеров. Огромнейшая док-станция. Вот она. С подсветочкой, замечу, да? С кнопочкой регулировки подсветки. С экранчиком. С вот экранчиком. Магнитной вот этой вот штукой. И сама мышь. Ну, то есть, да, в коробке больше у нас ничего нет. И, казалось бы, хочется что-то еще, но куда больше. Ну, то есть, типа, и так уже прям хорошечно. Прям топчик. И все это должно весить 56 граммов. А где донгл? А донгла, судя по всему, здесь нет, потому что донглом выступает док-станция. Если я все правильно понимаю. Ну, зачем тогда отсек под донгл? Возможно, есть версия с отдельно донглом здесь. Слушай. Ну, слышишь, да? Кнопочки немножечко шатаются, ну, то есть, не подпружинены. И есть холостой ход. Я думаю, ты видишь. Чувствуется, что кнопки подогнаны не идеально, но за 5000 рублей. Небольшой, совсем еле заметный хрустик. Совсем чуть-чуть. Но в остальном, слушай, без отверстий, сайт-тревел. Давай проверим сайт-тревел. В пределах нормы очень минимальный. При тревел, вот да, не совсем нравится. И клик, довольно странный. Что здесь за микрики? Ну, не оптика, механика какая-то. Но подогнаны странновато, честно говоря. По форме, да? Это у нас что-то нинджутсу подобное. То есть, под пальцевый хват, да? Возможно, под когтевой хват. Под пальцевый хват. Но явно не под ладонный. И не под большую руку, под маленькую ручку. 56 граммов, в принципе, на самом деле, не так уж и... Не такая уж и легкая, да, мышка получается. Но, я тебе скажу, с док-станцией это прям имба. То есть, выглядит это все вот так вот. Ну, прям круто, красиво, стильно, модно, молодежно. Ну, прям нравится. 2,4 гигагерца засветилось у нас, да, изображение. Подсветочку можно регулировать кнопочкой. Прикольно. Экран у нас не сенсорный. Так, ну и, собственно, мышечку мы коннектим. Так, а может, на просто мышку нужно включить, да? Так. Опа. И изменился, крестик ушел. Показало нам время, дату, 2011 год. Мышечка у нас сразу же подключилась. Ну, слушай, довольно интересно. То есть, док-станция это то, от чего многие ушли. И сразу же, о, переключилось, что не найдено у нас ничего. Док-станция это многие... От док-станции многие производители ушли. Но, я тебе скажу так, что... Сама по себе идея и фишечка, мне кажется, более чем интересная. Так, ну и... А, слушай, зарядку показывает и DPI. Прикольно, прикольно. Отрыв от поверхности, DPI и частота сопряжения. Слушай, ну хорошо. И учитывая то, что это новый, самый новый сенсор 3950 от Pixart, но за 5000 имба. Ну реально. Да, у нее там типа есть небольшой при-тревел. Но собрана она хорошо. С док-станцией есть и новый сенсор тоже на месте. Ну реально кайфовая мышка. Очень необычная. Ну и, собственно, завершим мы сегодняшний unpacking, unboxing, распаковку вот этой вот малышечкой от российской компании I.O. by RedSquary. Я думаю, что ты уже знаешь эту компанию, я думаю, что ты уже видел мой ролик про Type-X, про графиты, топовые уши. Прислали мне вот такую вот SXT Dark. 65% без провод, кстати. По традиции здесь уже вот эту вот пасхалочку мы с вами выкупили в первый раз и выкупили во второй. Здесь у нас вот такая вот 65-ка лежит. Маленькая, ее мы отложим. В комплекте у нас донгл есть. Стикер фирменный, кстати. Положили. Кабель модульный. Отсоединяемый Type-C, Type-A. Puller. Карточка. Вот это вот типа пишите нам, если тыры-пыры. Инструкция. Гарантийник. Да, вот инструкция. Вот тут гарантийник. И четыре дополнительных свеча. Ну давай так. Вообще, комплектик приятный. Он, по-моему, ничем не отличается от Type-X V2, но все-таки, я тебе скажу, мне очень нравится цвет, слушай, смотри. Он такой, знаешь, типа вот этот вот корпус черный, прям черный-черный. Ножки у нас серенькие, а кейкапы такого, ну я не знаю, графитового оттенка, видимо. Выглядит приятненько. Ну и давай, собственно, потайпим. Какая же она тихая, блин. Еще раз. Что по цене ты спросишь? 4 990. Спорно, потому что, с одной стороны, это беспровод, 65%. И в России, вот я погуглил, посмотрел, у Ardora, типа, такая же клава стоит, типа, 5-506 тысяч рублей. Это стоит 4 990. С другой стороны, мне, например, беспроводная клавиатура не нужна. Давай я буду вот честен с тобой, мне она не нужна. И я бы, лучше бы купил эту же клаву, но проводную, но не за 4 990, а за 3 990. Вот напиши в комментариях, как бы ты поступил. Но если тебе нужна маленькая беспроводная клавиатура, да, вот для киберспорта, чтобы ты взял мышечку, вот так вот, свою от iJazz, вот эту вот, и вот так вот гамма. Ну вот и отличный вариант. Гарантия доставка из России, богатый каблет поставки и очень приятный тихий тайпинг. Ну, давай так. Выглядит классно, ощущается приятно, но не для каждого пользователя. Это вот 100%. Рекомендую ли Актею к покупке? Да, если ты смотришь клаву из России. Если есть варианты с Алика, то есть если ты готов подождать и тебе не важна гарантия, то на Алиэкспрессе есть, безусловно, варианты интереснее. В России, да, крутой вариант, но явно проигрывает Type-X как минимум по цене. 5 тысяч рублей все-таки. Ну что ж, дорогой друг, это была только первая часть распаковки, ну то есть как бы первый ролик, который я записал, да, и он выйдет перед 11-11. Посмотрели кучу крутых новинок. Если ты хочешь отдельный ролик по этой мышке, я запишу не вопрос, по iJazz запишу, по и по мейкерам, по клавиатурам тоже готов записать. Даже могу тебе записать ролик отдельный по вот этой вот подсветочке, и MB Lite, и на монитор. Кстати, классные штуки, прям за свои бабки рекомендую. Ссылки на все девайсы оставлю в описании. Ссылку на замечательный ковер также дропну внизу. Ставь лайк, если понравилась распаковка, и ты скучал. Пиши в комментариях, на что сделать обзор и распаковку, в следующем ролике. Why not? И увидимся, не знаю, скоро или нет, но точно увидимся, потому что распаковывать еще есть чего. В следующем видео. Чао, какао, бомбина. Пока.